Добрый вечер, меня зовут Горченко Евгений, я работаю в компании Nix Solutions на позиции PHP-девелопера порядка одного года. До этого я работал полгода еще в другой фирме, то есть общий старший у меня около полтора года. В отличие от моего коллеги, предыдущего докладчика, я учился на коммерческих курсах, которые, грубо говоря, за 3-4 месяца обещают сделать из вас специалиста. Опять же, у меня техническое образование, и до того, как я попал в IT, я порядка 8 лет работал электромехаником в различных организациях. Мотивы перехода в IT, в принципе, банальны, это профессиональное выгорание, потому что на работе ты постоянно сталкиваешься с одними тежми же, опять же, рутинными задачами, отсутствие должного материального обеспечения, кто работает в похожей области или в аналогичной сфере знает, что не все так гладко у нас на предприятиях, приходится, вплоть до того, чтобы приносить свои инструменты, ими работать, покупать расходные материалы. Это одна из причин перехода в IT, ну и, конечно же, как уже было замечено до меня, материальную составляющую работы в IT никто не отменял. Как я уже сказал, я клюнул на приманку коммерческих курсов, которые обещают быстро сделать из вас специалиста. Вот, собственно говоря, слайд на эту тему. Я думаю, я такой не один, и в период бума IT-школ, которые начали плодиться, как грибы после дождя, после того, как доллар мскаканул, многие выбрали этот путь. Я вам расскажу, чего стоит ожидать от коммерческих курсов, какой багаж знания они дают, и на что можно рассчитывать после того, как вы их закончили. Придя на коммерческие курсы, человек ожидает, что он за короткий промежуток времени получит, во-первых, знания, во-вторых, как многие считают, корочку с кучей штампиков, и это поможет им стать, грубо говоря, валидным разработчиком, устроиться на какую-то желаемую должность и на хорошую зарплату в крупную компанию. Ну, понятное дело, что это не так, это уже подмечено моим коллегой. Люди, которые приходят на IT-курсы, сейчас расскажу по поводу заинтересованности студентов, которые их посещают. Во-первых, около половины, может быть, а то и меньше людей, которые действительно хотят учиться, и которыми приходят за знаниями. Остальные надеются на то, что они получат корочку, и, грубо говоря, с помощью нее они уже трудоустроятся. Поэтому отсюда вытекает, что люди не посещают лекции, не слушают занятия, не выполняют домашние задания, и вследствие этого возникают различные конфликтные ситуации, как с преподавателями, так и с администрацией курсов. В частности, студентам часто присылают всякие якобы мнимо-анонимные опросники, в которых просят рассказать их общее мнение о курсах, о преподавателе, о качестве излагаемого материала. И студенты, которые не ходят, не делают домашние задания, в принципе, не заинтересованы в обучении, они часто оставляют негативные отзывы. Ну, опять же, получается, что это мнимая анонимность, потому что администрация доносит эти жалобы преподавателю, преподаватель это поднимает в аудиторию, и как бы из-за этого возникают всякие неприятные ситуации. В частности, на последних курсах, которые заканчивал, преподаватель, в принципе, отказался проводить дальнейшие занятия до того момента, пока человек, который на него, скажем так, настучал, не скажет, кто он. Этот человек, естественно, после этого курсы покинул, ну и мы как бы продолжили занятия. Опять же, преподавателем его как бы желание доносить нам какие-то новые знания упало после этого, ну и как бы это чувствуется по качеству и подаваемому материалу. Закончив курсы, какой багаж знаний мы, в принципе, получаем? Это какой-то базовый синтаксис языка, знакомство с фреймворком каким-нибудь, очень поверхностное, и работа с системой контроля версий. В принципе, как бы нету там ничего такого в материале курса, чего бы человек не мог выучить дома сам. И на многих коммерческих курсах можно сейчас на сайте зайти, скачать себе программу любого из направлений, и почитать, и сравнить с тем, что как бы есть в общем доступе в интернете, как бы все то же самое абсолютно. Единственный плюс коммерческих курсов то, что они как-то тебя мотивируют и организовывают. Не каждый человек может учиться дома, есть куча отвлекающих факторов, каких-то мелких там бытовых, которые не дают просто сконцентрироваться на материале. Когда ты пришел на курсы, ну, ты как бы учишься, если ты этого действительно хочешь. После курсов ты вышел с каким-то багажом знаний, ну, и ты думаешь, что, ну, куда-нибудь как бы ты сможешь устроиться, что ты знаешь, на курсах тебе там помогут составить резюме, возможно, у тебя есть какое-то небольшое портфолио с какими-то там несложными проектами. Начинается поиск первой работы, первые собеседования. Опять же, человек, который раньше не ходил на собеседование в IT-фирмы, может, возможно, у него даже хватает знаний, чтобы это собеседование пройти, но включается человеческий фактор, просто банальные нервы. Я, допустим, в компанию Ник Солюшн с первого раза не смог пройти собеседование. И поэтому как бы начались мои мытарствования в поисках другой фирмы, где бы я мог получить опыт. Такую я фирму нашел, но она мои ожидания, к сожалению, не оправдала. Единственное, чему я там научился, это то, как делать не надо. К сожалению, в IT хватает фирм в теневом секторе, которые предоставляют услуги низкого качества, которые работают без всякого оформления. Ну, они есть. И вот первое мое собеседование в такой фирме происходило на четвертом этаже обычного жилого дома в квартире на Пушкинской. И я, когда туда пришел, я так сразу немного и подофигел, честно говоря. Ну, тем не менее, собеседование мне проводил человек, с которым я учился на курсах. Он в эту же фирму, он устроился где-то два месяца назад до меня. Он меня спросил, как там отсортировать массив, грубо говоря, а после этого меня взяли. Вот. И пошел дальше как бы первый проект. Естественно, такие подобные фирмы, они не дают время на обучение, на какой-то новый материал освоить. И тебя сразу кидают в проект. Против Битрикса я ничего не имею, это так просто, к слову. Сразу меня посадили на самописный движок, который я, естественно, не знал. Нужно было быстро осваиваться и начинать педалить проект. Потому что, как бы, это были наши деньги. По итогу, в фирме я проработал где-то шесть месяцев, из них мне заплатили где-то за три. И мы сделали где-то, наверное, проекта два или три, после этого фирма, в принципе, развалилась. Процесс работы над проектом проходил следующим образом. У нас работало где-то шесть человек, все джуны, такие же, как я, которые абсолютно, ну, практически с нулевым багажом знаний пришли работать. Во-первых, мы делали долго, во-вторых, мы делали неправильно. Не было никаких тестов серверов с проектом, не использовалась никакая система контроля версий, не было никаких инструментов для дебага и для оценки, грубо говоря, качества кода. Вот, поэтому мы сидели вчетвером, допустим, подключенные по FTP сразу к проекту на продакшене. И если нам надо было, да, если нам надо было какие-то изменения залить на проект, я сначала говорил своему соседу, ты, короче, сначала слей свои изменения туда, потом я себе сохраню, запушу туда свои, а ты себе скачаешь и можешь дальше работать над этим файлом. Ну, естественно, ни о какой, как бы, хорошем проекте, ни о каком речи быть не может. Вот, по итогу, первый проект, который мы закончили до конца, до распада фирмы, мы фиксили в нем баги. Вот, приблизительно так это происходило. Не повторяйте моих ошибок, не идите в такие фирмы, старайтесь попасть нормально. Вот, спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Ребята, давайте мы постараемся в два вопроса вложиться. Какой номер квартиры? 43. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос, что по поводу английского на курсах? По поводу английского, ну, достаточно, в принципе, на первых форах достаточно гугл-переводчика, то, что вам потребуется. Сразу вас к общению с заказчиком никто не допустит, все как бы через проект-менеджера, поэтому на первых форах это, возможно, не так критично. Но учить, безусловно, надо. Спасибо. Денег много обещали? Обещали 6 тысяч на первой работе. Гри? А Гри, да. Не, ну, прикол в чем? Я пошел, чтобы не бросая своей основной работы. У меня был посменный график, то есть в день я шел на основную работу, перед ночью я шел в IT, потом шел в ночь на основную работу, и с ночной смены опять шел в IT. И в таком графике я проработал полгода, чтобы какой-то опыт хотя бы получить. Я вам, конечно, очень сильно сочувствую, и вот у меня такой вопрос. Вы говорите, надо идти в хорошую фирму и не попасть в плохую. А как определить именно плохую фирму, какую нежелательно идти? Это не собеседоваться в квартире. Не собеседоваться в квартире. А еще какие-то будут рекомендации? Например... Вот еще какие-то рекомендации будут. Например, минимальное количество вопросов на собеседовании или уровень, возможно, знаний старших коллег. Не знаю, посмотрите сосисику на доу, там, где есть хорошие фирмы в рейтинге. Выделяйте для себя, которые вам подходят, и начинайте их бомбить резюме. Я понял, спасибо вам. Спасибо, Жень. Давайте, у нас еще, давайте, последний вопрос, и у нас третий докладчик. Здравствуйте. Мне вот посоветовали для того, чтобы набраться опыта, либо ввязаться в какой-то open-source проект, либо вообще сразу, типа, как в драку, зайти на Upwork и сразу взять у кого-то какую-то маленькую работу и бомбить так. Сидишь, колупаешь задачу, все это, набиваешь резюме, набиваешь опыт, и потом уже начинаешь как бы бомбить фирмы. Как вы думаете, имеет смысл это делать или вообще не имеет? Считаю, да, что как бы сразу начать делать какой-то проект, это лучше. Сразу у вас помещаются такие боевые условия, в которых вы ищите ответы на животрепещущие вопросы, с которыми вы будете сталкиваться как бы в дальнейшем. Лучше сразу начинать педалить. И можно добавить свою ремарку по поводу курсов? Конечно. Вот я записала ребенка в одну из школы идти, а они начали бомбить меня, типа, давайте мы вас тоже поучим, всякое такое. Я им выдала фразу. А говорю, вы знаете, я уже прошла, я проходила в другой компании курсы при университете, говорю, я уже прошла одни курсы, мне надоело учеба ради учебы. На что девушка такая, а, так вы у нас учились. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...